Владимир Ильич, вот тут Хабид Нурмагомедов, чемпион мира по смешанным единоборствам, у него есть своя лига, свой промоушен, соревнования проводит. Ему задал вопрос журналист, что как вы относитесь, почему вы с букмекерами не сотрудничаете? А он говорит, так это опаснее, чем алкоголь, говорит, это как наркомания, вот это, игромания, лудомания. Вот расскажите из своего опыта, вы с детьми работали, я знаю, в лагере, и вот сталкивались, может, с теми, кто был зависим от компьютерных игр, это то же самое. Можно вот послушать? Ну, что послушать, вот один из примеров. Ну, ваше мнение об этом явлении и вообще, как с этим работать, и можно ли с этим, что с этим делать вообще? Ну, тебе меня слышно? Да, да. Хорошо слышно? Хорошо. Ну, что ж, я как директор детского лагеря, сам детский лагерь образовал, составил устав, зарегистрировал в краевом отделе юстиции, все законно. Набираю команду волонтеров. Ну, объявления даем, приводят детей к определенному месту, мы беседуем, выдаем путевку, что с собой взять, какие правила, что платить. Каждый год я директором его лагеря был 45 лет, бессменный. Утвержденный был епископом своим, Евтихим, что я именно начальник детского лагеря, называется трудовой, православный детский лагерь Стан, через Дефис. Ну, вот, да, как начали Потеряевку устроить, мы уже существовали 19 лет. В 1972 году в Потеряевке последний житель уехал, это был наш отец, Тихон Дмитриевич. Ну, и мы перемещались с места на место каждый год, а когда уже Потеряевка-то стало, тут нам легче стало. Мы уже за несколько лет раньше приблизились тут, где детский лагерь находится, тут, я не знаю, метров 200, может быть, от самой улицы деревенской. Конечно, я детей знаю. Детей отовсюду привозили, из разных республик, тогда это Советский Союз был еще, это были и с Одессы, из Прибалтики, потом у меня были из Канады, из Канады с отцом приезжали, потом мать была здесь. Они первую остановку, пересадку делают в Париже, вторая в Москве, третья в Барнауле. Какие расходы? И люди на все шли. Говорят, мы больше нигде в интернете нигде не нашли такого лагеря. А у них там свои скаутские лагеря, я ездил в Америке, был, видел. Я сказал, ваших воспитателей даже на территорию своего лагеря не запущу. Ваши лагеря – это гнойники разврата против того, что у нас есть, какая у нас дисциплина, какой порядок. Ну и когда на лагерь-то напали на нас, тут было телевидение и прочее, мне не оставалось ничего, как потребовать сатисфакции, то есть удовлетворения в изменении и прочее. Они уперлись никак, статью написали, ну все у меня для слова Божия нету, с книгой у меня «752 страницы». Там подробно все эти статьи какие были, фильм, который они против нас поставили, я подал в суд и все процессы выиграл. А кто писал статьи против нас? Московский комсомолец на Алтае, Самульцев Александр, говорит, как называет «Золотое перо». Журналист опытный очень, меня ни разу не видел, в лагере не был, а всякие статьи. Наконец-то Лапкина прихлопнули! Ну и в разные такие слова. Ну я подал в суд, и суд удовлетворил. Все, они оказались виновны, но заплатили мало, я снова подал в суд, и тогда уже заплатили больше. За подрыв деловой репутации, ну и прочее, что... Детей я знаю. Знаю, как говорят, не понаслышке. Вот у нас здесь, в Потеряевке, Мамонтовская района Алтайского края, мы строим с нуля православную деревню. Народу-то мало. Ну, первым делом храм построенный. Бывший клуб, стены оставались, а дальше мы достроили. Он наполовину школа, наполовину храм. И вот деревня, свежий воздух, двери открытые, форточка большая, не форточка, а верхняя фрамуга убрана. Ласточки летают по храму. Четыре гнезда у них даже, во время богослужения-то. И дети только начали, ну, я к тому говорю, что чистый воздух, приятный, прямо около пруда. Да, ребёнок падает в обморок. Ну, он может придуряться, я понимаю, но сделать лицо белым, как простырь, он не может. Это явно видно, что им всё-то не ладо. Мы его вытащили, положили на скамейку, заходим. Ну, а она не упала, сапфира лежит. Мы сапфиру подели, потихоньку вынесли, положили рядом. Заходим, третий упал. Третий выносим, это двое сидят уже, разговаривают, нормальные лица. Нормальные, уже розовые, белизны нету. Ну, ладно, зашли обратно в храм, уже стоят. Когда вернулись, я стал исследовать в лагере. Ну, бывает, кто-то плохо стоял, во время богослужения крутился. У меня на всё своя была таблица наказания, физическое наказание. Какое? Стоять сколько-то времени, там, не дёргаться, чтобы он научился стоять. В руки ему прутик, это винтовка у тебя, то есть игра идёт. Я всё это показывал, и это нигде за грань здравого смысла не заходит. Оказалось, что это игроки. Игроки в интернете. Компьютерные игры. Они всё знают, всё говорят. Я ни одной секунды никогда не смотрел. Вот с первого раза я понял, это дьявольская ловушка. Это двери в ад. До этого я не принимал бесноватых, когда ребёнок, бывает, падает, там, наркоман. Явно, что с ним ничего не сделать, он убегает. А теперь я включил то, что не беру уже игроманов. Букмекер я не буду никогда. Больше за них денег не брал. У меня 53% клиентов, а это в среднем 108-109 было за лето. 109 бесплатно, полностью бесплатно. Обслуга работаем, сколько людей, бесплатно. Продукты бесплатно, охрана бесплатно. Целыми днями с ними, занятием, всё бесплатно. А какая-то часть, там, 47% платят. И эта плата в 4 раза ниже самой низкой, которая официально. Ну, и там, платит администрация, платит профсоюз. А у меня никто не платит, всё на мне лежит. Где я должен брать? Волка ноги кормят. Поэтому я где-то обращался за помощью. Приезжали люди, которые, ну, я сам печник, две русские печи сделал. Хлеб выпекаем. У меня занятия, я вёл занятия в пяти университетах. Я объявил о нужде, что мне нужен тестомес. Такая, как одна рука, держа в банк, большой такой чан, и она сама мелет. Ну, тут нужно на три провода подводить. У меня всё здесь было. И сейчас ещё стоит. То есть, это непростое дело. Очень, ни один ребёнок за 45 лет не заболел, не повредился, не утонул, не сгорел. Нигде. И вот, пример. Допустим, у нас лагерь как комплексный. Часть игровой площадки находится в деревне. И там тоже большие такие качели. Видел, какие огромные, высокие там. И качают. А тут два столика со стороны. А большие сделаны у меня на той стороне дальше. Называется тарзанка. Верёвка. А рядом провод идёт. Могущий не провод. Ну, да. Такой там, чуть не шестёрка, а четвёрка, наверное, идёт. Чтобы рукой держался. Мало ли ещё. Комат настоящий. Это я знаком был с людьми, которые покоряют вершины горные. Достал, купил. И вот внизу стоит мальчишка. Его звали Руслан. Ну, будто бы он крещён. И Андрей звать его. А наверху стоит Фрося. Этот робот. Девчонка. Ну, ему уже лет, наверное, одиннадцать. Ну, а ей где-то лет восемь. И она стоит на верёвке. А внизу палка привязывается. А здесь столик такой, на который залазить. И со столика они срываются. И обратно на столик становятся. Надо так сделать, чтобы и голова не ударилась. И сесть можно было. А он стоит. Фрося. А дай мне палка толстая. В руку толщиной, которую между ног надо брать. Вот так. Садись. И верёвка тогда перед тобою. А тут между... Ну, как на стуле сидит. И она носится туда-сюда. Крутиться нельзя. Он стоит, Фрося. Дай мне. А у нас так. Если одна качается, а кто-то спросит, то она имеет право десять раз ещё качнуться. А он не должен её трогать. И вот, когда она качнётся десять раз, она должна ему отдать. Иначе её будет штраф. Она целый день не будет качаться. Ну, она отпускает ему. Ну, она отпустила. Палка-то летит. Она же... Когда... За счёт того, что... Где опускается верёвка, то она дальше стола. От стола она туда летит. Она... Летит он, стоит. Она его палка в руку толщиной. Вот такой длиной. Она бьёт его по лбу. И он упал. Он не поймёт, как палка из монитора выскочила-то. Он везде победитель. Стреляет там. Всякие зомби. Все опрокидываются. А тут упал. Кровь потекла. Что ж ты делаешь-то? А как она вылетела оттуда? Он не знает как. У него нету жизни. Реально. Он рамками монитора ограничена вся жизнь. Я его учу. Первое не есть. Второе не получишь. И он по телефону бабе... Я даю телефон послушать. Баба, я первое научился есть. Проходит день или что? Он снова стоит там и просит. Он так не понял. Она снова даёт, и она бьёт его второй раз. Я вижу, дело неладно. Он на мозги стрясёт ему. Что ж ты делаешь-то? Руслан или Андрей там как звали, не знаю. Вот такое дело. То есть они безумные. И с ними припадок в церкви. В церкви не может стоять свинья. Она в обморок падает, как говорят. Я не пробовал это. Вот такое дело. И вот игромания, когда они... Тем увлечён был Достоевский. Игрок там у него есть такое. Фёдор Михайлович. С ним ничего нельзя было сделать. Он даже, что жене подарено было там. Александра Александровича Дмитриевна была у него. Вторая жена. И это всё проигрывал. Почему? Здесь задевает сильно. У нас вообще ни один был такой. Я узнал. Он деньги берёт у кого-то, ставит на кон. Ну, а дальше как? Выиграл. Ну, выиграл-то, выиграл-то. Ты маленько-то смотри. Вольф Мессинг-то. Он вон сколько выиграл-то. Как завалил деньгами-то. Показывает фильм. Вольф Мессинг. Ну, ты-то этого не делаешь. Один раз выиграл, другой проиграл. А давай сейчас. Вот это есть ликвидация, фильм. И там, когда играют они в карты. И один, надо играть. Он его сразу в нос сунул. Который там был заслан от советской власти. Никогда не делай этого. Проиграл и всё. Мне не приходилось никогда играть. Но маленькая зацепка была. Когда курица вот здесь заколят. А потом там такая вот буква В. Подгрудник. Подгрудник у неё есть. И мы эту палочку, это, косточку ломали. А вот когда ломали, ломаешь, то мы договариваемся насчёт чего-то. Там, ты мне арбуз дашь или что-то. Вот. Чтобы друг от друга ничего не брать. А если кто берёт, должен сказать, беру, да помню. А если он не сказал, беру, да помню, проиграл. А проиграл что? Или на нём я верхом должен проехать метров двадцать там. Или, ну, детская игра. Это не, оно раз в жизни, может, такое бывает. Куриц не наберёшься. Куриные вот эту вот буквой В отломить. И у меня было так. Ну, тут со мной никто не мог спорить-то. Я под разными предлогами. Сейчас пройдёт, я их всех уже завёл. Что он у меня возьмёт и забудет сказать. Допустим, кто-то кащается, я возьму палку, подойду к нему. Давно кащается, нет? Он, посмотри, высоко он поднимается. Он думает, теперь я потом взял, говорю, бери, да помни. Проиграл. Это теперь я ему говорю это. Так что игра эта не от Бога, а от дьявола. Почему? Потому что, во-первых, даже если ты выиграешь, деньги твои незаконные, незаработанные, они никуда не годятся. Их только отдать бедным. Ну, допустим, церковь не приносит цену пса, собаки и блудницы. Почему? Греховная. Почему собака-то, когда человек хуже собаки? Ну, определённо где-то. И я поэтому к этому отношусь крайне отрицательно. Какой бы форме это ни было, в карты ли играют они, играет ли у них там рулетка, крутится, там шарик куда должен закатиться. Это Вольф Мессинг в определённую лунку закатывал. Ну, и весь ответ на этом. Во-первых, я никакого отношения к этому не имею. Ну, сурово пресекаю это, когда что-то замечу, который контингент у меня. Ну, студентам я вот, когда спрашивают, я показываю, ну, так, как есть. Никогда не садись, не подходи и обойди мимо. Даже, а я посмотрю маленько. Да, я про одного знаю, у него, я считал это, главный игорный дом это Монте-Карло. Недалеко там от Италии. Монте-Карло. И, кажется, сын Рокфеллера, миллиардера, проезжал мимо, там на яхте где-то, канал или, я не знаю подробности, и спросил, какая сегодня самая большая ставка. Ему ответили, 500 тысяч долларов. Он засмеялся, говорит, у меня нет времени, чтобы выиграть, проигрывать такие мизерные. 500, полмиллиона. И он ни за что не считает. Вот я понимаю, игрок. С этим можно. Вот, сейчас молитва начинается. Ну, вот, ну, приходило, ну, 12 часов. У нас молитва. Звонок дают. Ну, продолжи тогда, Игда Игорь Тихоневич, еще. Ну, я сейчас закончу прям коротко, смотри. Так, мне ответить надо. Ну, ладно. Все, зайдешь. Давай, зайдешь. Я беру после молитвы. Ну, я закончил, а на том, говорит, там, игры, игры были. Какой-то профессор стал к ним ходить. Ну, видимо, за вход какие-то деньги платят маленькие, чтобы человека завести. Ну, он придет и сидит за столом. И все, что-то пишет и пишет, подойдет, посмотрит, опять сядет. Он никому не мешает. Проходит месяц, другой. Около года, наверное, он все ходил и ни разу не поставил. Нисколько не выиграл. К нему привыкли, он как будто работник какой. И вот однажды подошел он и маленькую ставку поставил там. Несколько долларов. И выиграл. Опять отошел, посидел, что-то там опять пописал. Подошел, поставил там в несколько раз больше. Ну, там, 200 долларов. И опять выиграл. Ну, никто внимания не обращает. Тогда он третий раз подходит и уже поставил там большую сумму. И тоже выиграл. На него с подозрением стали смотреть. Он опять это увеличивает в несколько раз и ставит. Опять выиграл-то. И у них получилось, что рассчитываться нечем. Бухмелдеров-то этих, он разобрал Бухмелдеров-то. И все. И оказалось, что он сумел разгадать тайну этой рулетки. Когда, на каком месте остановится она. У него в голове компьютер. Вот это мне понравилось. Он их обставил, забрал сумму, ушел и ходить не стал. А ему запретили ходить, вернее. Так что об этом говорить даже для христианина как это? Что значит игра? Ну, вот я, допустим, сейчас шел или копал что-то и нашел сундук полный золота. Ну, миллиард. Куда я с ним? Оно не мое. Единственное, что я могу только узнать, где что-то там нуждаются. Вот потеряю. Если было бы, я бы большую школу построил. Тут дома было. Многие хотят приехать, но сами-то не могут построить это. Мы не можем никак развить свое дело. Потому что у людей ничего нет. Одна бедность. А когда были бы дома какие-то, даже на время там или навсегда там сказать. А ничего нет. Каждый сам по себе строится. Начинали с самона. А потом уже из кирпища и деревянные брусы, даже из бревен построили. Вот такое дело. Двое утро. А на какие... Что оно повреждает? Вот игромания. Что оно повреждает в человеке? Совесть. Понятие о вечности. Отнимает веру. Она делает его заложником. Воображаемого выигрыша. И они, люди эти, ни к чему не пригодны делаются. Он только думает, где что взять и поставить. Сережки там жены даже и тебя отберет, поставит. Что дает? Он совершенно безвольный. Как перекати поле. И он только об этом думает. Богатый, я деньги верну. Ну, тот, который устроил это. Однорукий бандит называет этот аппарат. Он не для того поставленный. Чтобы тебе было хорошо. А чтобы хорошо было тому, кто поставил его. Вот в Москве запрещено. Эти игры говорили. Писали об этом. Ну, бывает, подпольно открывают. Ну, а тогда уже и штрафуют там, как следует. Это и проще. Так что тут и говорить не надо. Это бесовское дело. Занятие. Бог ценит то, что я заработаю. А не то, что я украл. Или выиграл. Или где-то раскопал. Это никакой роли не играет. Это не мое. Мой труд. Мой пот. Я вот работаю еще. Я не получаю ни рубля нигде. Минимальная пенсия. Я все время слит. И ты был голодный, не был здесь. Видишь, как Бог делает. Как кто-то берет опеку. Те годы я то мешок муки выпрошу где-то. А теперь вот уже лет 15-20. Я уже сбился. Я нигде не прошу. Я только здесь напишу по электронной почте-то. И там предприниматель сразу решает там. А мне звонок уже секретарь дает. Все решено. Выделить вам. А сколько я пишу? 12 мешков муки, там, первого торта. Муки по 50 килограмм. Так, что еще? Ну, 96 килограмм растительного масла. Понимаешь, суммы-то какие. И дальше. Ну, что только есть. Однажды я... Ну, написал. Я говорю, мне нужно сахару вот столько-то. Три мешка. Это 150 килограмм. Я даю тут в деревне кому. А там не было. И директор... Что придумал это? Привозят мне 4 фляги по 38 литров. Полные. С печатью сургучная. Такая не сургучная, а запломбированная. Я говорю, а что это такое? Ну, это вам привезли. Я говорю, как мне? Я не просил. Ну, директор сказал, а сахару нету. Надо поехать на пасеку и купить меду. И купили мед. Я говорю, так фляги возвращать? Нет. Представляю себе, 4. А там килограмм... Ну, 50, наверное, в каждом. Умножка теперь на 4. 4 фляги. Вот какие люди бывают. Конечно, мы молимся, благодарим Бога. Ну, что тут я одну поставил свои там... В трапезной. Кому надо, взяли. Одну отправил туда-то. А одна у меня стоит нетронутая. Так и стоит. На случай, когда что потребуется сильно. Вот какие люди бывают. И главное, на этого человека вывел меня Господь через голубей. У меня голуби. Там ликеро-водочный завод, он очень ценится в стране. Ну, хорошее качество водки. Быстро, наверное, помирает или еще. Чем она хорошая-то? Ну, я знал. Роберт Роберович Панталер. Он мне там кое-что давал. Там бывают пустые сосуды, бывает сахар. Там что они готовят? Вина разная. У него зайдешь, прихожая там, или как назвать, приемная-то где. И там все стены такими рамочками. Какие они хорошие, на каких конкурсах, как выиграли. Хорошие, так сказать, люди-то. Ну, говорят-то не о людях, а о водке, о другом-то. И мы как-то с ним гуляем. Он приехал ко мне на дом и по двору в городе ходим. Я говорю, вот дело-то нехорошее вы, торгуете-то. Мне-то ладно вы, помогаете что-то. А вот люди-то ведь плохо им выпивают-то. Как плохо? А я наполняю касту городской администрации. Я говорю, вы кладбище наполняете? Они... Ну и поговорили с ним. Я говорю, вы бы продавали лучше воду. Воду какую-нибудь там шипущую. Я осенью приезжаю, а с ним встретились. Говорит, вы мне на пророщи лигать. Меня сняли с работы, говорит. И поставили сейчас водоканал. А потом его отправили в Горный Алтай. Горный Алтай так и называется. Вице-президентом, как он. Ну, очень знатный человек, видать, и разумный. Вот как бывает-то. И поэтому, что играть? Это как водка. Он без этого не может. Как наркоман. Он дрожит весь. Дай, дай, дай. Это тоже. Ему игра нужна. Хоть на чем. Так что, отрицательная. Все 100% отрицательная. Даже если бы я все время выигрывал. А Федор Михайлович-то в итоге избавился, нет? Ну, выходит, избавился. Он перестал играть. А жена это как-то повлияла? Что случилось-то? Анна Григорьевна, да. Я думаю, да. Может, она так. Первая у него, которая жена была, она умерла. А когда он был созданный здесь, в Барнауле был. Когда их там, это, Петрашевского кружок-то. Его приговорили к смерти. И он об этом подробно описывает все. Ну и вот. У него как спасла собака-то. У него халат какой-то был. Ну и ему молоко нужно было выпить, видимо. Он болел там. А в это время собака, он прикормил, она прыгнула, выбила у него из рук. И на полу слезала и сразу сдохла. Его стернатар хотел отравить, чтобы забрать халат. Из-за чего, собственно. Его Господь спасал. Ему равный, может быть, Уильям, как он называется, американский такой драматур. Да. Видимо, только ему равный был так. Так никого не было. Знаток психологии человеческой души. Игнатих, а что женам-то делать, современным, у которых мужья запутались в этих сетях, лудомании, игромании? Как им поступить? Как им вести себя, женам? Никак не объяснишь. Только так. Где-то они начинают воровать и посадят его, и все избавятся. Будет сидеть. Другого... Так их что, садить надо мужей своих им или как? Ну, не надо садить-то. Я говорю, где-то что-то на производстве деньги своруют, чтобы поиграть-то. Ну, его арестуют. Не надо. И ничего нельзя сделать. Если он уверовал в Бога по-настоящему, в ту же минуту он делается другим. Ничего не только Христос спасает. Христос свое создание вытащит из этой бездны. Вот спросят, а вы таких знали? Я знал, одержимых разными пороками, которые уверовали. Вот я стою, а тут ограда железная. Ну, я дежурный. Проходит, человек подошел. Ну, что, дед, караулишь? Ворует, наверное. А с тобой в руках водка, бутылка-то, и курит стоит. Ну, я ему говорю, ты бы не курил, бросил. Как не курил? Ну, да так, я говорю, потому что 13 лет жизни отнимает табак-то, и ты пойдешь в ад. Уста курящего, демонской кодильницы, Иоанн Кронштадтский сказал. Вот как? Он вытащил, бросил. Я говорю, а водка-то тебя еще дальше затянет-то. Как так? Я стал говорить, пьяницы старости божьи не наследуют. И он взял эту бутылку-то, а видно распечатана уже была. А столб, и на бетонном столбе пасынок это, там бетоны как ударили, она разлетелась. Сразу его Господь коснулся. Он, не знаете, может, мне поможете? Вот мы с товарищем, мы ходили на нехорошие дела, и там была перестрелка, и милиция его убила. А теперь он является ночью, и меня зовет. Пойдем, Сашка. Я говорю, ты умер? Я ничего не могу сделать, я с ума схожу. Ну, я ему сказал, говорю, давай помолимся. Помолились, я говорю, теперь иди домой, не оглядывайся. Запомни одну молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Знай, это дьявол подходит тебе, не человек. И все, от него все отошло. Я стою на вахте, мне куда идти не надо, а ко мне идут. Мне не надо же никуда ехать. А уж потом-то по всем Европам проехали. Тут другой разговор, как меня в Америке возили. Будущий митрополит меня возил, где-то далеко жили баптисты на разговор, на беседу с ними. Когда делаешь для Бога, Бог как-то обстановку такую дает, вот завтра нам ехать. И уже сегодня, я вижу, уже одно к одному складывается. Что делать родителям, у которых дети игроманы? Драть их надо, этих родителей. Как Федор говорил в братьях Карамазовых, и говорит, драть надо русского мужика, по-другому никак. Они же своего ребенка не могли, как это так? Я в лагере, и у меня они ни один не играют. У меня полностью контроль. Приезжали разные, ну кто, директора детских лагерей, посмотрели. Мы, говорит, еще этого сделать не можем, нас сразу посадят. А на меня жалобы какие были, ребенок там, ну разные глупости-то. Кандидат медицинских наук. Отдельно ребенка заводили, смотрели, нигде ничего нет. Да вас тут бьют, пацан говорит, никто не бьет, нас наказывают, когда мы неправильно поступаем. Бьют и наказывают, ребенок их. И которая, фонд прокурора была здесь, помощник. И она в конце написала, дети в лагере Стани чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. А потом все это пошло, прокурор Алтайского края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович, а мы близко знакомы были, они со мной ничего не могли сделать. Когда начинают наседать, один расчерк, и никого нету. Но тут не потребовалось даже. Вот так. Надо Богу доверяться. Как так родители? Они приезжают, а вот у нас он сын такой из дома все вытащил. Мы купили наручники. Где их продают наручники, не знаю. К батарее его приковываем. Вытащил все из дома. Но я такого бы и брать не стал. Ну посмотрите, может что-то можно сделать. Когда они приезжают, у них сестренка, он ее там долбит. Приехали, он бросился, обнимают они, а у него лицо, как вот кирзовые сапоги. Вот такое вот сморщенное. Ну может лет ему 14, не больше. А тут он розовый такой выскочил, обнимает родителей, сестренку. Так неужели он больше не будет? Я говорю, не знаю. Но сейчас он уже другой человек. Он молиться начал. Он вопросы задает по слову Божию. Я проповедник, миссионер, я знаю, как обходиться с этими людьми. Никто не избавит, только Христос. Ему это все посильно. Притом не так. Вот курят, ты теперь бери не пачку, а в табакерку положи там 20-10 сколько папиросок. Уже две пачки не будешь за день курить. По одной уменьшать. Это не так. Я верую. И все. Ныне пришло спасение, ибо он сын Израилев. Вспомни, Захея, половину имени отдам. Кого обидел, в четверо воздам. Это не надо было его убеждать. Не надо было ему показывать финансовые его заслуги какие-то. Сколько он награбил. Налоговый инспектор-то. Не на свои же деньги он это богатый стал. Вот так. Только со Христом. Выхода никакого нет. А если уже они сами не знают, нигде пропало, все. Пропало. А за лудомана, за игромана молиться-то можно, нет? Можно за всех молиться. Можно молиться за всех людоедов, за всех тиранов, за всех, которые уже погрязли дальше некуда. Потому что он живой. Пока он живой, мы просим, чтобы Бог обратил его. Не простить, ничего. Дай ему дверь покаяния открой. Разбойник на кресте. У него имя разбойник. И он, однако, первый вошел в рай. Ну, однако, вы говорили, вот я слушал, насчет греха симонии, что за него и молиться-то уже как бы не нужно. Это другое дело. А не симония, а о том, что Господь, дай ему покаяние. Мы ни о чем не просимся, прости ему грехи. А он-то простить и просит-то. И поэтому молитвы за то, что простить, нету молитвы. А о том, что обрати его, обрати его, Господи. Дай ему уверовать в тебя. И тогда все остальное шелуха от него отлетит. А за симонию нету. Он просил помолить из-за меня. Ничего нету. Молитвы не было. Так что сегодня под симонию 90% попов попадает с архиереями вместе. Потому что крещения нет. Притом объяснить, почему они не крестят, никакого нет объяснения. Безумие. Мокрой ладошкой за деньги. Патриарх Алексей II говорил, даже за крещение деньги берут. Это открытая симония. Не я говорю. Ну и так понятно. Или за деньги молятся, там, по соглашению. Деньги идут за год, там, тысячу или семьсот, пятьдесят, пятьсот. Ну, то есть, безумие полное. Да это в церкви-то оно везде так же. За каждое имя, которое поминать будут, там, определенно пять рублей или что-то. Да разве это можно так? Как? Меня тоже просят каждый день по интернету помолиться. Каждый день просят. И каждый день благодарят. Вы только помогли. А вот я вспоминаю, вот вы со священниками, вам нужны были деньги за, ну, на дорогу. Вы в миссионерское путешествие собирались, в очередное. И у вас священники ночевали, кажется. Вы говорите, давайте, это, отцы помолимся, вот, чтоб Господь где-то, ну, нам послал финансы, ну, как средства. И на следующий день звонили, ночью звонок произошел. Так вот, они-то попросили вас, вы говорите, они о чем вас попросили? Помолиться? Ну, в первую очередь, не о путешествии, книгу выкупить. И у меня ночевали два священника, а я вечером сказал, говорю, предоплату сделал, ну, четвертый том, кажется, открытым оком. А у меня-то нет денег-то, минимальная пенсия, дата добыла на шесть тысяч, кажется, всего. А где? Не знаю, давайте помолимся. Помолились, леги спать, и в это время звонок. А кто такие? Они узнали, я из Барнаула. А вы кто? Ну, Калифорния, Сакраменто. А в чем дело? Нам сказали, кто сказал, неизвестно, что у нас церковь называется во имя Климента. Я говорю, нет, это лагерь во имя Климента Анкирского. Ну, нам это разницы нету. У нас дядя Климент умер, и надо помолиться. Ну, что ж, верующий был, верующий, ну, Царство Небесное, дай ему, Господи, пройди. Ну, а мы решили деньги выставить. Это ваше дело. За молитву я никогда, никогда даже в мыслях не было. Я утром, уже в Вестерн Юнион переслали мне, и 10 цифр они назвали. Я пошел, получил книгу. На книгу, не за молитву. А молитву... Вы им объяснили, что я за молитву не беру, а вот... Да не надо говорить, не надо об этом говорить. Мы вам... А они-то вам давали на молитву, Игнать, не... Я без денег молюсь, а стены трясутся. А они давали. Мало что они давали. Меня просят со всех сторон помолиться. И что? Или есть люди, которые посылают. Ко мне прилипла хоть копейка? Нет. У меня денег нету. И эти деньги, книги, тысячу экземпляров, поясни, 750 почти, ушли бесплатно на библиотеки. Сколько мы потратили, когда по всему миру ехали? Я к тому, что сам помысел у человека возникает, что как бы отдать деньги и попросить помолиться. Это ведь то же самое, что и Симон просил. Да я вам дам деньги, а вы мне дайте вот благодать. Они не о деньгах говорили, а помолиться. А уже что выставили, это их дело. И эти дела, куда пошел? На книгу. Никуда. А книгу куда? Подарили Льюи в библиотеке. А там что? Люди обращаются новые. Куда? Чтоб души были выкуплены из ада. У меня совершенно другое. Ко мне ни одна копейка не прилипла за всю жизнь мою. Я о другом сейчас говорю. Игнать Иханович, если учить... Вот смотрите, можно знак равенства провести между тем, когда Симон... Когда апостол Петр сказал, что у тебя за мысль твою... Что ты помыслил, дар Божий получить за деньги, да будет... Ну как бы... Ничего тебе не будет. И так же человек, например, дома сидит, думает... Так, пойду-ка я отнесу, заплачу, пускай он помолится. Это одно и то же? Не одно и то же. Берет он или нет. И сразу говоришь. Вот я говорю, я молюсь всегда бесплатно. Везде. Я тут же при них и помянул. Верующий был, упокой в обителях небесных, все. Ну а мы решили, ну решили у меня, я говорю, книгу укупать. Ну пускай на книге идет. Другое дело было. Нам наехать надо, а денег-то нету. Понимаете, Игнать Иханович? Я не кончил говорить теперь. И ты уже третий раз накручиваешь одно и то же. И в это время денег нету на дорогу-то. Мы только на одно путешествие, на бензин потратили 440 тысяч. И здесь звонит человек. Вам деньги нужны? Я говорю, нужны. А как вы узнали? Да вы книги издаете? Я говорю, я уже не издаю, я кончил издавать. Я умею отрезать. Ну на другое. Я говорю, мы едем в путешествие. Ну на путешествие возьмите. И он посылает. Только я поговорил. Человек, знаете, шестизначное число. Проходит еще день, он здесь. Еще посылает там 200 тысяч сколько. Мы едем, мы благобестуем. Вот они дорогой, которые ездили со мной. Виктор, Николай. А они дорогой покупают рыбу. Бывает мороженое. Я нигде ничего не беру. У меня с собой сухари, вода. Так это неудобно. Ну за столом сидим вот здесь, допустим. Володя купил молоко. В городе бывает. Сметану. Он сидит, ест. Я не возьму. Почему? У меня денег нету. Ну я даром не беру. Все, ответ один. А вот он пас здесь. И за то, что пас в день дают 500 рублей, кажется. Я говорю, тогда надо, чтобы заплатили и полторы литра молока. Ну согласны, теперь полторы литра, я их выдавил с них. Теперь это молоко я беру. Он за них не платил. Тут все обдумано. Игнатий Тихонович, ну хорошо. А как человеку вот, понимаете, вот меня приучили. Я просто сейчас гипотетически нарисую картину. Вот я хожу уже долго в церковь. И у меня уже привычку заложено, что как бы я иду и вот записочки подаю, имена, чтобы поминали. Я привык уже к тому, чтобы через кассу вот все делать. Ну вот, а как мне быть-то? Да никак. Как их бояться-то? У меня привычка буквально. Ну у меня нет. Я уверен, что Господь меня вот дает, слышит меня. Что мне делать? Да что тебе делать? Драть тебе надо опять же. Ты же хорошо слышал, что этого делать нельзя. Идешь, даешь. У тебя денег-то нету. Я тебя если начну сейчас крошить, а у тебя пыль останется одна. Так я не про себя говорил. Ну я понял, я понял, понял так. Никогда к кассе не подходить. Никогда. Я в этот же храм хожу и ничего не беру. Зачем? А бывает так, я проповедую где-то, и мне в карман деньги сунут. Я домой пришел, а тут 100 рублей. У меня правило. Я должен отдать сегодня же не 100, а 105, 110. И поэтому чем больше мне стоит, тем беднее я делаюсь. Я так жизнь прожил. Вместо одной десятины платил 9. На тысячу рублей заработанных сотня остается 900, отдаю. И так прожил всю жизнь. Вот нынче, в этом году, 27 сентября, в 17.00 будет ровно 60 лет, как Господь призвал меня. Как я прикоснулся к Новому Завету. Первый раз помолился своими словами. Первый раз. Ровно 60 лет назад. Сегодня один у меня тут навалился, что это вот учитель, не надо никому учить, надо куда-то забиться, там быть. Ну, то есть, я вижу, что сатана подполз ко мне. Ну, я ничего не говорю, сбросаем. Вот вы не можете даже стереть. Я не ваш ученик, а вы мне. А я ему посылаю, что вам послал там. Об успении Божьей Матери. Вот сегодня я кинул Христос, Бог. И первая заповедь. Я тебе скинул уже, наверное? Нет. Я сегодня закончил этот материал и скидываю. Ну, скину. Я всем... А, вот он, да, вот, вот пришел. Ну, вот так. Пришел, пришел. А ты просчитай все от корки до корки. Что я посылаю-то? Ну, там не так и много. 24 страницы. Игнат Тихонович, еще вопрос. Вот есть такая цитата, вот, Иеремия, 17 глава, 5 стих. Там так говорит Господь, что проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорою, и которого сердце уклоняется от Господа. Прокомментируйте эту цитату. Надеющийся на человека. Ну, то есть, он думает, у меня знакомые такие-то, богатые там, или знатные, или у власти какой-то. Он мне вот то и то сделает. И он не молится, на человека надеется. А я прошу вас помолиться. Завтра мы встречаемся. Сами об этом молимся. Вот и весь ответ здесь. Я верующий на человека не надеюсь. Он сегодня такой, а завтра такой. Он меняется. Да еще он сделает, когда там законы государственные. А когда я обращаюсь к Богу, я прихожу, а там все по-другому уже. Уже статью поменяли. Вот и все. На человека не надеюсь. И в дороге, когда мы были. У нас... Вот я поехал, когда... Какие государства? Все везде. Маршрут просмотрел. Узнал, какие там порядки для тех, которые люди едут. Что я не должен делать? Что не должен делать? И у меня получилось, а переплетчик, прям получилось, как блокнот. А поехали нигде не потребовалось. А почему? А мы нигде не нарушаем. Мы христиане. И поэтому законы тех государств нас никак не затрагивали. Ну вот у вас... Вам понравилось... А вы в Дагестане были, Гнатья? Сколько раз. Ну вот в этих Кавказских республиках вам понравилось. Хотя вам говорили, что вам кирдык там будет. Да, говорили, особенно с Чечнёй. Там головы режут. А нас встретили как родных. А в Азербайджане мы ночевали. Ставка была в доме Муллы. Вообрази. И с женой его мы сходили в мечеть. Я там молился при них. Как раз между двумя намазами. Какая там была беседа. Это у меня всюду интересные. Из ряда вон выходящие. Это Бог так делает? А Самира... Вы с Самирой переписываетесь? Сейчас нет. Она тут была. На неё сильно напали. Она там кое-что... Она разные там надписи делала. Красиво оформляла. В этом году уже. Ну и на неё там кто-то наболелся. Вы тут мусульманское. Своё заблуждение где-то... А она очень такая культурная. Она как раз в больнице была. И она перестала писать. То есть надо я сегодня напишу. И ответ будет. А я не стал вмешиваться. Ну людям что объяснять-то? Меня подтолкнул позвонить вам. Вот этот Хабиб Нурмагомедов. Его слова. Они прям меня тронули. Я вам позвонил. Да, ну ничего. Никакой беды тут нету. Да, он сказал, что это наркомания. Я с этим не связываю. Со всеми букмекерами с этими. Ну вот так. Спаси Христос. Есть ещё Александр Шлеменко. Он Амич. Он тоже с ребятами занимается. Спорт. Вот это всё. Большое дело делает на самом деле. А Сутармин-то где у тебя? Сутармин? Он... Ролики всё так... Всё на ту же тему. У него пластинка заела. Игнать Ильич. Ну, он сколько раз уже говорили, что на меня выйдет. И так и не выходит. Он боязливый. У него дух боязливости есть. Понимаете? Можно ему написать, но выйдет он. Я сомневаюсь. Хоть можно, конечно. Вот и все разговоры. Муж, который с женой не может поправиться. Что он может другим дать? Как этот был здесь Максим Степаненко. Ну, и там сильно не согласен был про войну. А потом мне характеристику он там даёт. Но это мужик с большой буквы на меня. Спасибо, Христос Игнать Тихонович. Во славу Божию, Виталий. Благодарю. Храни тебя Господь. Виталий Викторович, давай. Во славу Божию. Отхожу тогда, да? Аллилуйя. Аллилуйя.